Продолжаем наше прохождение За Ганнибала и Карфаген Заканчиваю ход, видимо Предлагают законы Ну вообще у нас уже дофига Ладно, давайте Давайте уже централизацию приму Будет плюс 4 науки Это уже треть от науки Соцкапитала у нас много Треть от науки добавим Все-таки Рим решил не заниматься варварами А я вот так подойду, чтобы мне не больно били И два раза могу атаковать Нет, вообще, конечно, прикольно У меня какая-то арта Прикиньте, откуда я убиваю юниты Да, сбегаем к руинке Пока тут Рим не дошел Женщина, провидица Дефиоба Сидит на крошащемся постаменте В самом центре развалин Вздымая руки к небесам Я ждала вас, говорит она Вдыхая воскурение из каменной чаши Она зовет себя провидицей И предсказательницей Голосом небес Я буду служить вам верой и правдой До скончания ваших дней Так, начинается амбиция построить оракул Нет, давайте просто 100 науки возьмем Открыли полис Бесплатный камень Либо все границы Все города плюс 6 Ну, вот это прикольно Когда у вас много городов Для трех городов Для трех городов Тут нарисовано, что он может добавить Для трех городов Мне кажется Так себе Я бы лучше камень взял Камень всегда в цене В общем-то Сразу и начинаем Деревни строить Уже минус по золоту пошел Да, я согласен Вот здесь построить Так, а в Карфагене где? В Карфагене, мне кажется Где-то здесь надо Будут потом вырастать Эти городки Есть ачивка Играть одним городом За торговцев Ну, не знаю Мне кажется В такие игры Один раз так сыграть Попробовать Ваш брат Газдурбал Обдумал свой недавно опыт И извлек Тьфу ты, ё-моё Извлек из него Много ценных уроков Плюс одна мудрость Греция начала строить Створакул Я бы Ту амбицию Никак бы не выполнил Створительство Ракула Просто следующим ходом Она бы уже Считайте Провалилась Так Хочется Одион С одной стороны Но я бы лучше Казармы сначала Открыл Так, я хочу Так встать Чтобы и обстреливать И урон Чтобы надо в лес Становиться Чтобы и урон Низкий был Ой-ой-ой Как бы Рим Сейчас следующим ходом Не захватил Это место Где-то у него Тут мечник ходит Или он уже здесь О, я сразу могу Вторую Ну, сейчас Это построится У нас добавятся клетки Можно будет сразу Вторую деревню строить Знаете, я, наверное, сюда Переведу Хотя можно Этим продолжить Наверное Лучше Скаутом Давайте Похожу Территорию Пооткрывать Вот тут проход От Рима А хотя Быхеттов Еще исследовать Ну, короче Места, пока Селиться Есть Вроде Блин, так может Мне лучше тогда Осила Все-таки Доделать Хотя Могу Ускорять За Соц Капитал Давайте Я, наверное, Ускорю Поселенца И вот тут Поставлю Город Быстрее Я надеюсь Что Рим Сейчас Его не Зачистит Так Ну, что Добиваем Варваров Скаутом Занимаем Место Тут Строим Домик Дальше Я Поча Сначала По силам Подойдем Нанять Подожди А что там У Карфагена Было написано Про найм Может Нанимать Наемников Из племен Ну и Как Как Нанимать Племенной Союз Объявить Войну Племенной Мир Попросить Объявить Войну А где Нанимать Этих Юнитов Как К ним Подойти Надо Или что Надо быть В мире Ну там Не написано Ничего Что надо Быть В мире Написано Что Надо быть Либо Карфагеном Либо Лидер Оратор Прямую Из племен Если вы играете Из Карфаген Стоимость Рассчитывается На основу Силы Думаешь Надо было С соседней Клетки Убивать Чтобы Событие Произошло Ну Крати Даже С соседней Клетки Не всегда Они Происходят Ладно Сейчас Пока Деревню Начну Делать Еще Рабочий Так Тут Точно Специалиста Делаем Тем более Еще Специалисты Быстрее В этой Семье Так Наверное Пока Все Принц Гамилькар Достаточно Взрослый Чтобы Пройти Обучение У Придворного Что Будет Изучать Ну Наверное Тактику Продолжим Будут У нас Командирами Все Так Теперь Перебрасываем К этому Лагерю Варваров Сначала Город Поставим Скаута Надо Убрать Блин Так В сторону В сторону Кахетов Ставить Надо Либо Вот тут Криму Значит Либо Мастера Либо Палина Все-таки Мастера Поставлю Мастера Мастера Следующим Ходом Мы сможем Бараки Уже Строить Тогда Давайте Вот сюда Переведем Будет Барак Строить Этим Все-таки Гарнизон Хочу Это Чтобы Губернаторов Сажать Ну и Вокруг Бараки Строить Этим Мы пока Этого Перебрасываем На другой Фланг Сюда Я хочу Его И Наверное Закончу Ход Конечно Приказов Катастрофически Не хватает Уже Так а Принцу Принцу Назначить Учителя Там разве Не надо Определенное Ну Он должен Быть Ученым Ученым Учитель Должен Быть Ученым Чтобы Его Можно Было Назначить Так Давайте Теперь Драму Откроем Один Из ваших Придворных Озрубал Ученый А Ну Хотя У вас Есть Ученый Вроде Как Нет Он Тактик Надел Шуму Речами В которых Призывает Избавить Мир От Римской Заразы Не Наверное Риму Нам Еще Рано Как Как У нас Кстати Рим Гораздо Сильнее Хетты Гораздо Сильнее Нам Конечно В войну Сейчас Пускай Отвлекает На себя Потратим Цивики Так Наш Наследник Ну Вот Наставник Озрубал Где Мы Не Можем Это Если У вас Лидер Ученый Тогда Вы Можете Еще Детей Обучать Но Так Вот У нас Видите Мы Не Можем Еще Добавить Ничего Ну Вот Так Наставник Изрубал Ученый Вот Он У него Есть Так Уже Железа Не Хватает Для Строительства Каменоломен О Место Подгород Неожиданно Ну Давайте Наверное Еще Поселенца Пока Кстати А вот Этим Мы же Можем Лагерь Наверное Начну Что Это Меха Потом Добавит Тут Наверное Поселен Подожди Надо Подойти Посмотреть Что Тут За Место Подгород Ну Все Равно Наверное Поселенца А Ну Это По-моему Два Приказа Требует Точно Надо Но Это Не Очевидно Вот Теперь Активно Да И он Даст Видите 26% Что даст Мудрость 13% Харизму 13% Отвагу 20% Дисциплин Да Спасибо За Подсказку Немножко Странно Сделано Конечно Кто Пишет Игорь Белов Что Нужно Зарашить Два Специалиста На пастбищах Чтобы Религию Получить А Смысл Мы можем Жить чужую Тут Не так Важно Чтобы она Своя Была Прямо Религия О 500 Единиц Еды Произвели Так Следую Крепостничество Расширить Границы 7 городов Контролировать Уже 4 5 Ну Наверное Возможно Или Контролировать 6 улучшений Типа городской Тоже Вполне Вот Это вообще Мы Изи Выполним Потому что Мы деревни Строим Да Эту Берем Собираюсь Деревни Строить Причем Ну Давайте Может Сначала Тут Все Таки Блин Или сразу С деревень Начинать Чем Быстрее Выполним Амбицию Тем Больше Легитимности И Больше Приказов Ладно Сразу С деревни Начнем Плюс Это Деньги Деревни Деньги Принц Принц Гамилькар Замечает Хромую Дворняжку Выпрашивающую Объедки Он Берет Животное По свою Опеку И Выхаживает С тех Пор Дворняга Ни на Шаг Не Отходит От Гамилькара Гамилькар Теперь Пользуется Безраздельной Преданностью Собаке Обращается К вам За советом Как лучше Всего Дрессировать Холить Или Леять Становится Сострадательным Харизма И Дисциплина Обучается Собаку С помощью Поощрения Дотошным Новые Юниты Плюс 50 Очков Или Давайте Холить Или Леять Да Слушай Тут реально Место Под город Прям Ну Мы Юнит Блин Нам Стоять Я хочу С варварами Воевать Конечно Тут Такой Проход Не Очень Тут Вроде Никто Кроме Меня Это Место Не Займет Мы Уже Поселенца Строим Я тут Наверное Всадников Поставлю Город Потому что Тут Тоже Какие-то Сети Есть А Нет Он Никак Не Влияет На Ничего Не Дают Лагеря Надо Подумать Как Что Мы Будем Ставить Еще Ладно А Вот Уже Город Рима Вот Тут Он Где-то Прошел Видимо Ну И Между Нами Фракийцы И Скифы Надо Будет Все Так С ними Как-то Воевать Тем Поле Что Нанять Мы У них Юнитов Никак Не Можем Почему То Даже Нет Даже Даже Нет Действий Таких Чтобы Нанять Юнитов У них Можно Было Почитать Почему Нельзя Короче Чтобы Нанять Юнит Он Должен Быть Не В Лагере Вот В чем Прикол Так Ходят Слухи Что Озрубал Ученые Интересуются Вашей Частной Жизни И задают Много Вопросов О ваших Личных Делах Нужно Как Можно Скорее Положить Конец Любым Лживым Сплетням Пока Наши Противники Не Смогли Ими Воспользоваться Успокоить Золото Он Какой-то Напряжный Этот Чувак Я Не Пойду На Поводу Пускай Опыт Герцог Наваэл Это Еще Один Наш Сын Я Так Понимаю Ну Пускай Философию Изучает О Посол Так Харизма На что Влияет Мнение Чужеземцев Мнение Реи Значит Просто Мудрость Культуры Выше Вот Вот Это Во Видите Ну Нанимаем 375 Прикол Кайф То есть Юнит Должен Быть За Слушай Так Это Вообще Круто 401 Единственное Не знаю Они прокачиваются Как-то Ну Их Можно Улучшать Ну Есть ли У них Прокачки Вот В чем Вопрос Поняли Нанимать Просто Они Должны Быть Не В Лагере А Мы Выбирали В Лагере Чувака Блин Блин Тут Его Рим Долбит Давайте Мы не будем Пока Вмешиваться Так Есть Первые Бараки Еще Сразу Строим Камнетез Тоже Есть Давайте Совет Один ход Проведу Я Пошли Сюда Планирую Камнетез Вот Проход Кстати Да Круто В Попе Заехать Но Для этого Денег Надо кучить Видите Сколько Он Стоит Для этого Я и Деревни Строю Потому что Они Как раз Дают Считайте За Одну Еду Дают 20 Денег А Потом Когда Они Вырастут Еще Больше Будут 30 Давать Ну и Плюс Карфагенские Города Сами По себе 10 Каждый Город Мне надо Железо Как-то Подобывать Потому что Оно У меня Тратили Я считаю Каждый Ход Минус 30 Денег Я Покупаю Железо Просто Так Мятежники Рядом С городом Королисом Появились Умер Царь Хецкого Царства Так Второй В очереди Ваш брат Захворал Мудрость Принца Гамилькара Тоже Здорово Ученый Видите Вот мы Начали Обучать Его И ученый Поднял Мудрость Нашему Наследнику Блин Следующим Ходом Ганнибал Умирает Да Что Такое 51 Ход Ой 51 Год Всего Прожил Не отправлять Никаких Даров Так Этот Пускай Политику Изучает С кем Он там Воюет Этот Рим Он Не Этого Варвара Блин Ну Все У нас Закончатся Способности Я Не Хочу Убивать Потому что Тут Юниты Рима Стоят Так Где Он Появился А Вот Здесь Появился Прочник Блин Надо Возвращаться Наверное На помощь Поскачем А Блин Гры Жителя Нету Все время Про это Еще Забываю Мало Жителей Тут Бы Еды Добавить Скорее Ладно Наверное Прачника Давайте Строить Тут Пока Никаких Бонусов На строительство Юнитов Нету Блин Ганнибал Умирает Следующим Ходом Неприятненько Так У У Фракийцев Новый Царь И Ганнибал Добрый Погиб Прямо На Службе А Мы Достигли Успели Шесть Город Десять Иначе Если бы Мы При Гамилькаре Выполнили Мы бы Только Пять Легитимности Получили А так Десять Зашибись Ну Прямо Скажем Не часто Мы Способность Ганнибала Использовали Так Народ Оплагивает Смерть Ганнибала Доброго На похоронах К вам Юному Наследнику Гамилькару Подходит Герцог Магон Мой Юный Господин Смерть Вашего Ганнибала Ставит Нацию В опасное Положение Прошу Назначите Меня Регентом Позвольте Взять Дела Государственного Себя Пока Не придет Ваш Час У него 5 мудростей Две дисциплины А этот Пускай Доучится Пускай Будет Скай Регентом Магон Вражеский Гарнизон Да нифига Мы не боимся Вторжения Война С фракийцами Началась Наместник В Карфагене Умный Вдохновляющий Либо Праведный Я бы Праведный Поставил Чтобы Несчастье Не так Уменьшалось Хотя Плюс 4 Науки Нет Давайте Праведный Так К сожалению Не можем Два раза Атаковать Так Сейчас Будет Налет Фракийцев Так что Мы Этого Коника Где-то Здесь Надо будет Оставить Царя Регента Наверное Поставим Реально Генералом Ваша Коронация Была Встречена Всплеском Патриотического Рвения А подданные По всей Нации Жаждут Служить Новому Правителю Организовать Трудовые Отряды Для Благоустройства Нации Поучаствовать В армейских Учениях Так Это Даст Рабочего Но рабочих У нас Достаточно И становится Зажиточным Становится Свирепым 240 Призвать Мастеров Переселиться В столицу 80 культур И 1 гражданин Хотя Вот Царь Реген Становится Зажиточным Тоже Прикольно Плюс 5 Золото Вход Все Города За Уровень Культуры То есть Мы Как Минимум 20 Или 30 Золото Вход Еще Плюс Получим Да Я Планирую Фракийцев Бить Так и Есть Нету Смысла С ними Там Мириться И Город Там Ставить Надо Согласен Блин Вот тут Что Выбрать Не Ну Вот Это Я Не хочу Точно Тут Надо Либо Призывать Мастеров Либо Трудовые Отряды Культура В Карфагене 1 гражданин Наверное Все Таки Давайте Рабочего И Зажиточным Станем Да Добавила 25 Монет Так Вот Это Тоже Мастера Поэтому Мы Этого Рабочего Реально Можем Сюда Перебросить Лагерь Сразу Давайте Строить Вот Этот На Слонах Дальше Тут Бо Я Каменолом Не Поделал Сюда И Сюда Хотя Можно И сюда Тут Тут Мрамор Да Да Даже Наверное Куплю Приказ И Начну Каменолом Не Сразу Строить Здесь Ага Гарнизон Но У нас Нету Приказ Хотя Я могу Наверное Купить Еще Приказ Блин А нет Доступных Кандидатов Нет Доступных Кандидатов А может Просто Барак Тоже Куплю Приказ Два Приказа Купить Бараки Начать Тут Строить А Блин Не туда Перешел Блин А да Соседство С двумя Городскими Городскими Районами Тут Нету Соседства Черт Ошибся Одна ошибка И ты ошибся Ладно Вырублю Просто Не Подождите У нас тут Скаут Не умрет Случайно Давайте я Скаутом Лучше Похожу Подальше От Фракийцев Чтобы Чтобы Его Не Убили Тяжело Больного Герцога Гаструбала Мучает Постоянная Рвота И Понос Бедняга Зарастризм Основан У Кушитов Так Пускай Изучает Торговлю Друзья Как у нас там Вообще А это Все Дети Братьев Сын Конкретно Ганнибала Один Ядерн Прислал 100 рублей Котика Показать Что ли Сейчас Покажем Вот оно Лимончиком Лежал Поэтому Не будет Особо Вырываться Карфаген Становится Великой Цивилизацией А тут Стропака Даешь Не контролируешь Ничего Как Карфаген Без тебя Все Показали Котика За 100 рублей Можно Обратно Пойти Положить Его Интересно А Гамилькару Перейдет Когда он Станет Совершеннолетним Или когда Магон Умрет Вопрос Он оглушает Кстати Я могу Улучшить До элитного Давайте Улучшим Он Всего Лишь 120 Муштры Стоит Немного Урона Потому что Он в лесу Стоит Это Стреляющий Юнит Я так Понимаю Я Побольше Понимал Бы Таких Денег Надо Накопить Так Наверное Гарнизон Может Я зря Тут На каменоломне Трачу Деньги На каменоломне Сюда Будем Пока У нас Камня Нормально Капает Сюда Давайте Одион Будем Следующим Ходом Начнем Строить Так Здесь Я хотел Барак Реально Вот это Важное Стратегическое Место Проход К столице Рима Получается О Генерал Элитного Налетчик Кочевника Стал больным Царь-регент А брат Погиб Прям На службе Блин Посол Умер Бесплатный Поселенец Конечно Берем Когда вы Сидите На Карфагенском Троне В вашей груди Зреет Слабое Чувство Сомнения Да В данный Момент Правитель Это вы Правда Не мы Правитель Однако Вы знаете Что царь Гамилькар Новый Все еще Ожидает А Это как раз Регент Времени Мало Чрезвычайно Важно Извлечь Максимальную Пользу Из своей Нынешней Власти Дабы Вы Смогли Либо Укрепиться На престоле Либо Проложить Путь Гамилькар Каким Образ Амбицию Выбираем Нет Я не буду Преследовать Собственное Все Все Три Тяжеловаты Для Исполнения Проворный На Городскую С Холма Ну Кстати С Холма Интересно Так Пока Не буду Посла Выбирать Давайте Прям Сюда Встану И Про Атакую Как раз О Крит Даже Прошел Кайф Так Сколько Стоит 411 Давайте Продавать Тут Одион Начинаем Стро Это Соседство Городкам Дает Культуру Больше И Счастье Потом Какие-то Песенки Начались 51 51 год Жалко Соц Капитал Она может Умереть В любой момент Не хочу Без послов Пока будем она встану наверное сюда или бежать на помощь сюда чтоб фракийцев быстрее завалить она пойду туда наверное да я вижу что железо меня просто рудники хочу здесь строить вот этот рабочий появится этот насчет то есть следующим ходом рудники строить здесь просто других городах не такой хотя вот тут мне рекомендуют рудник да ладно приказы есть беру пока кустарник и закончу ход вести о репутации вашего племянника в академии дошли до дворца кажется его стихи и песни заворожили как учителей так и других учеников так отличный посол будет дипломатом либо преподавателем ученый давайте посол сейчас мы можем его хотя бы в послы назначить как раз царь гамилькар новый завершил обучение тактики чем он займется при дворе блин что фанатик что интриган мне кажется сейчас не очень потому что ну религии у нас просто нету поэтому делать с фанатиком так себе хотя вот интриган интересна будучи лидером можно покупать приказы залегите мне но это немножко туповато задание лидера взять приемного ребенка разведчики имеют эффект невидимости вообще везде ладно интриганом пускай будет и как он в итоге у нас стал 5 мудрости харизма дисциплину кстати даже лучше чем магон да улучшим бесплатное отношение с олигархом ну и отдаем да добро пожаловать дарон до дарон домой трон ваш мой царь гамилькар новый так убиваем подходим стреляем подходим улучшаем 450 покупаем чудо я больше зачем-то собирал денег ладно да вот это конечно крутая способность еще со скифов побольше тут но у них вопроса больше юнитов нету я смотрю в утики продолжаем прачников делать так тут наверно охотника сделаем да еще плюс приказ будет так подождите вас какое-то событие а коронация плюс харизма но минус отвага и 120 соц капитала мудрость но минус дисциплина 80 науки минус отвага и но плюс дисциплина но я бы наверное странно что пишу минус отвага дается нет все юниты уже нашим их уже наняли они наши остаются навсегда открыла одион и поэтому появилась музыка классно да прикол конечно вот эти не мешает нормально по громкости звучит не мешает по моему голосу вам слушать она наверно возьму культуру и плюс мудрость пока стоим так вот этими пожалуй начну рудник делать и закончу наверно ход смога минус минус по железу большой идет нам буквально пару рудников сделать надо ваш дядя царь регент магон новый тяжело больной боится что ему недолго осталось но видите он бы и так регентом долго не прожил так ну уже пора воинов открывать я думаю прошли годы сих пор как вы спасли верного четвероного гонка другого друга от незавидной участи за милосердие он отплатил сторицей и вот наконец пришло его время это заставляет вас задуматься над тем что подарила вам его дружба спасибо за все эти годы плюс два к харизме обходительный научил меня с отвагой смотреть в лицо опасности нет давай спасибо за все эти годы можно кстати есть режим типа ролевой игры и если вы включите вот вам не будет писаться ваши типа решения к чему ведут еще так можно играть здесь воды реки протекающие через карфагена обычно быстры но не опасны только не сегодня из-за внезапного ливня река вышла из берегов затопив город и разрушив многие здания народ карфагена собрался и готов противостоять этой трагедии так отправьте бригады для спасения ценностей да наверное так и сделаем тихая лунная ночь поверхности ее касаются крово-красный свет воины говорят дурной знак так что сказать командиром это знак предвещает нашу победу наши мудрецы говорят что это естественное явление блин 60 все такое классно наверное все таки приказы возьму мне тут много ходить надо сейчас во-первых поселенца ведем сюда одного тут второго сюда сейчас пойдем тут надо еще по обстреливать причем желательно вот этого потому что он не в лесу стоит блин долго так аж четырьмя юнитами надо было чтобы убить так ну нам вышедшая из берегов река только домик поломала и то мы его сейчас починим сразу не страшно короче так рудник и еще два приказа не правильно я приказы взял сюда подойду там еще рано поселенца везти нам еще тут убивать потом сам лагерь фракийцев валить так через два хода появятся новые юниты еще наверное купим тогда у скифов охотника сюда специалиста чтобы меха получить это ресурс роскоши да я вижу что тут тут уже хетты место подгот ну блин по очкам примерно одинаково у хеттов всего четыре города да и у меня четыре ну да это мне кажется это их место как бы примерно так от столицы я бы вот это конечно хотел еще захватить вот тут поставлю город я бы еще тут с варварами разобрался ну и скифов все таки надо будет тоже убрать чтобы с римом соседствовать да кстати посл а ну так он и не появился подождите а где он а он изучает еще ему еще время вы не видите да он еще он дипломатный ему 15 лет еще то есть он пока не доступен так что я его не мог назначить ну охренеть 20 лет царю он уже чувствует себя слабым и больным ну и царь регент магон новый что-то что-то дохнуть стали мои родственнички ни для кого не секрет что семья дидонианя дидонианов всегда высказывалась против действующего закона о централизации каждый день призывает отменить его ничего себе поэтому тревожно видеть как отвергнутый олигарх мотан суровый тоже поддерживает их начинает куй строить кузни против царя блин я не хочу на вас салитет переключаться пока нет меня не запугать посмотрим как бы нас не убили конечно так это у нас амбиция появляется контролировать пять морских юнитов изучить карту вообще 40 процентов всего открыть надо мне кажется тяжеловато будет пока мне кажется тяжеловато не буду пока брать так и на этом закончу следующую серию стрим то продолжается а вот записи когда буду выкладывать на этом вторая серия закончится напоминаю что спонсоры канала просто весь стрим смогут и так посмотреть а для зрителей вот он сериями вот так будет выкладываться так топ и Продолжение следует...